Эта лодка весит всего 350 килограммов. Она выполнена из алюминия и имеет подводные крылья, которые сделаны из нержавеющей стали. Судно покрыто солнечными батареями и может развивать скорость до 35 километров в час. Над созданием лодки трудились ученые конструкторского бюро «Аврора». Они же являются участниками российских соревнований «Солнечная регата». Сами соревнования несут несколько миссий. Основная миссия – это воспитание экологической культуры среди инженеров. Потому что люди должны понимать, что двигатели внутреннего сгорания загрязняют воду и выбрасывают свои отходы в воду непосредственно. Вторая миссия – это подготовка инновационных судостроителей, которая вписывается в национальную технологическую инициативу, объявленную президентом Путиным в 2014 году. Сейчас в России многие умы направляют свои усилия на создание новых энергетических установок на судах – экологически чистых и бесшумных. По сути, участники «Солнечной регаты» могут внести большой вклад в развитие отечественного судостроения. На создание этой лодки общими усилиями было потрачено 1 миллион 200 тысяч рублей. И она находится в стадии непрерывного совершенствования. Существуют общие принципы создания, а дальше доводка уже производится по месту. Вот сейчас, к примеру, мы покатавшись, мы понимаем, что у нас чересчур мощный мотор, и наш винт просто этого не выдерживает. Как вот можно создавать вещи, не проверяя их в деле? То есть вот элементарно даже вот мы сейчас пришли к пониманию, что нам крылья немножко нужно будет переносить. Элементарно. А чертежи говорили другое. Именно эта лодка является победительницей предыдущих соревнований. Команда имеет еще одно судно, но в этот раз делает ставки именно на эту лодку. В «Солнечной регате» будут участвовать более 20 вузов страны из разных городов. Но стоит сказать, что рязанская команда радиотехнического университета вносит эксклюзив в состязание. Наше судно имеет подводные крылья. Среди российских команд мы первая команда, которая внедрили эту технологию. Насколько я знаю, в настоящий момент также единственная команда, которая применяет подводные крылья. Для того, чтобы разработать эту конструкцию, нам пришлось обратиться к советской инженерной школе. И там у нас очень большое наследие как раз есть по этому направлению. У нас было много замечательных катеров, «Волга» на подводных крыльях, больших лайнеров. И вот этот плазнание, он сохранился. И в том числе было много исследований для таких маломерных судов. Вот они катера и лайнеры на подводных крыльях, которые были запущены в серийное производство в России в конце 50-х годов. Ракета, метеор, комета, восход, циклон и многие другие – это результат работы великого советского кораблестроителя, создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. Россия обладала большим количеством таких лайнеров. Однако с появлением мощных моторов кораблестроение стало отказываться от подводных крыльев. Но сейчас, когда речь идет о применении солнечной энергии, идея по созданию таких лайнеров становится вновь актуальна. Катера двигаются не по принципу водоизмещающего судна. При разгоне они выходят на движение на подводных крыльях. За счет этого уменьшается соприкосновение с водой, как следствие, сила трения, что добавляет лайнеру скорость. В июне соревнования «Солнечная регата» будут посвящены памяти российского конструктора Алексеева. Пройдут они 12 июня в Нижнем Новгороде, в городе, где его помнят, где он и проводил свою работу. И очень символично, что рязанская команда представит свое судно именно на подводных крыльях. Так что надеемся, что в этот раз удача и яркое солнце будут сопутствовать нашим судостроителям.